Тряма, скажи, как ты проводишь воскресенье? Как дела? Гавочная. Тряма, скажи, гавну. Гавну. Не знаю, что об этом Тряма думает, но мы идем на самом деле за красным макровым гибискусом. Идем где-то здесь. Мы решили немного отклониться от маршрута, глянуть, что у нас там обещают. Может, там вкусные вкусняшки какие-то, а мы не знаем. Хватит, не мучь животное. Ну вот как-то так культурная жизнь протекает. Смотрите, какой красивый палисадник мы нашли. Конечно, такое изобилие искусственных цветов наводят на ассоциации с кладбищем почему-то меня. Но, с другой стороны, ярко так выглядит посередине осени. А подсолнухи, вон, по-моему, еще настоящие там вдалеке стоят. Ну, в условиях уже тотального листопада такое яркое пятно на посеревшей улице тоже поднимает настроение. Чем мое яркое пятно пушистое. Все жалуются, что плохо живем. А эти все районы, это последние буквально лет 20 выкупаются у людей старые дачи. И возводятся новые прям вот такие по 20 этажей домики. Кто не понял, что это было задражание камеры, это Вова не хочет в нее попадать. Я хотела вам снять, как он в Хардстоун играет. А вы в Хардстоун играете? Напишите мне в комментариях. Тут лес уже вообще все сбросил. Одна сосна с иголками стоит. Вон еще одна. Не, не покажет он вам Хардстоун. Ну, вот, 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 да, да. Прокомментируй свои достижения. Ну, как бы все видно. Извиняюсь, начали есть вкусняшки. Не успела снять вам ничего, сколько стоит. Предпочитаю перед входом в супермаркет потратить лучше лишние 400-500 рублей на вкусняшки, чем набрать с голодухи ненужных товаров по распродаже. Да, мы снова в глобусе. Так, всем хорошего вечера. Тьму египетскую, напавшую на нас, уже к шести не буду снимать. Но, если они не были в Москве, то рассказываю. В конце октября к шести вечера здесь уже вполне по ночному темно. Давайте смотреть, что же я выложила на Авито. А ловила я там, собственно, гибискус. И географически, по месту расположения продавца и по описанию, мне очень понравился цветочек. Обошелся он мне в 150 рублей. Обещают гибискус. Ух ты, он даже с горшочком, смотрите. Ух ты. Ой. Осматриваем. Вот. На самом деле, я никакой не суперспециалист по выращиванию растений. Поэтому, если хотите увидеть обзор просто всего того, что у меня зеленое с цветочками или без, стоит на подоконниках, пишите об этом в комментариях. Я и для себя-то, наверное, их буду снимать чаще и регулярнее. То есть, понять, бутон или не бутон. Если бутон, то цвести этой штуке еще рано. А если не бутон... А, нет, бутон, наверное, вот сломался, пока мы несли. Ну и ладно. Маленький цветочек не надо ему пока цвести. Отнесу его, поставлю на подоконник. Короче говоря, пишите, что растет у вас. Показывают ли свои растения. Будем ли обсуждать в комментариях, что-кто как поливает, у кого что цветет, как ухаживаем. Продолжение следует...